Чуть меньше тысячи саровчан уже сделали прививку от коронавируса в поликлиниках города. Вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК в марке «Спутник Ви» вводят двумя дозами с интервалом в три недели. После первой инъекции тяжелых реакций у пациентов не было. Может быть легкий гриппоподобный синдром. То есть подъем температуры до невысоких цифр, например, до 37,5. Могут быть по типу озноба, боли в мышцах. Такой гриппоподобный синдром. Это допускается, это не является тем, что пациент заболел. Обычной реакцией организма также считается болезненность и припухлость в месте инъекции. Она пройдет через пару дней. Сейчас прививают пациентов от 18 лет и старше. Не вакцинируют детей, беременных женщин и людей, которые недавно переболели коронавирусом. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, прививаться могут не ранее, чем через полгода от положительного маска. То есть, если человек переболел, полгода нужно подождать, а потом можно будет сделать приемочку. После введения вакцины пациенты дополнительно осматривают. Измеряют температуру, давление, сатурацию, прослушивают легкие и сердце. Противопоказание одно – непереносимость компонентов. Пациент допускается к прививке только если он здоров и чувствует себя хорошо. Также врачи рекомендуют ограничить употребление алкоголя и нахождение в местах массового скопления людей до и после вакцинации. Антитела в организме появляются от двух до четырех недель. Хватит их примерно на полгода. Новые партии вакцины привозят почти каждую неделю. По мере поступления в поликлиниках формируются списки желающих на конкретные дни. Одномоментно мы не можем записать сразу 10 тысяч человек, потому что у нас приходит определенное количество вакцин. Она приходит не вся. Поэтому как только вакцина появляется, пациенты обзваниваются, приглашаются. Если вакцины в какой-то промежуток день-два нет, куда пациент придет? Записаться на вакцинацию в первой поликлинике можно по телефону 955-49, во второй 955-77, добавочный 2-402. Дополнительную информацию можно получить в Центре здоровья 952-45. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.